В зале администрации района состоялось совещание по вопросам безопасности дорожного движения, которое прошло под председательством главы района. Основные вопросы повестки дня касались состояния аварийности на дорогах, подготовки автомобильных дорог к зимнему периоду и работы с населением по недопущению управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Первый вопрос, озвученный временно исполняющим обязанности начальника отдела госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Рамазаном Кушу касался состояния аварийности на дорогах регионального и муниципального значений. По итогам 9 месяцев текущего года на территории Кашхабльского района зарегистрировано 15 ДТП, АППГ-18, в котором 4 человека погибло, АППГ-4. 17 человек получили телесное повреждение, АППГ-17. Основными причинами ДТП явились следующие нарушения правил дорожного движения. Выезд на встречную полосу дороги, проезд перекрестка, неправильный выбор дистанции. Указанный период нами инициативно подготовлено и проведено 35 мероприятий профилактического характера по снижению ДТП. Среди них следует обозначить широкомасштабные мероприятия с привлечением сотрудников ОБДПС, органов власти, общественности, телевидения и СМИ, таких как нетрезвый водитель, внимание, дети, детское кресло, не спеши на трассе, автобус, грузовик, должник, соблюдай, ПДД, предупреждая ДТП. По итогам проведенных мероприятий выявлено 1074 административных правонарушений, в том числе два нетрезвых водителя. Обсуждались меры по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, особенно в образовательных организациях района. Садокладчиком по данной теме выступила начальник управления образования Осяд Берзегова. Второй вопрос был посвящен состоянию автомобильных дорог местного и республиканского значения, а также подготовке их к эксплуатации в зимний период. Докладчик Нальбиха Моков, инженер Акционерного общества Кашкабльский ДРСО, представил информацию о текущем состоянии дорог и планах по их обслуживанию. За 9 месяцев у нас по содержанию действующей сети автодорог по следующим направлениям уборка предметов мусора и элементов дороги 4970 километров прохода. За 9 месяцев выполнены работы по ямочным ремонту сфотобетонных и черно-довильных покрытий с применением казиниста сфотобетонных смесей на площади 2070 квадратных метров. Также выполнены работы по восстановлению отдельных автомобильных дорожных участков сфотобетонного покрытия используя в район еще слой. Это стометровки, там, где нет возможности восстановления ямочных, применяем стометровые дровные карты. Общая протяженность 800 метров. Вырубка кустарника под леску вручную 1,9 гектара, валка деревьев 78 штук, обрезка и проезженный крон деревьев 7,67, Восстановление гравийных дорог, добавление нового материала, у нас их 4 участка, 23 750 квадратных метров. В соответствии с проектами и организацией дорожного движения проведена замена щитков и установка дорожных знаков на всех автодорогах. В полном объеме выполнены ремонтные работы на автомобильных дорогах Майкоп, Геогенская, Всебазничевская, Крачаевск и Северный обход общей протяженностью 10 километров 445 метров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Третий вопрос касался работы по взысканию штрафов в области безопасности дорожного движения. Ольга Набокова, временно исполняющая обязанности начальника отделения службы судебных приставов, представила статистику за второй квартал текущего года. На принудительном исполнении в Кашхабрском районном отделении судебных приставов на данный момент за текущий период 2024 года было возбуждено 5147 исполнительных производств о взыскании штрафов в области безопасности дорожного движения на сумму 3 миллиона 700 тысяч рублей. В области безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного обменения 19 исполнительных производств на сумму 570 тысяч рублей. За указанный период окончено фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе 4810 исполнительных производств на сумму 3 миллиона 200 тысяч рублей. В том числе 19 исполнительных производств о взыскании штрафов за управление транспортным средством в состоянии обменения на сумму 570 тысяч рублей. На сегодняшний день остаток исполнительных производств составляет 3535 на сумму 3 миллиона рублей. В завершении совещания обсуждалась работа с населением по недопущению управления транспортными средствами в состоянии опьянения и лицами, лишенными права управления. Докладчики глава Кашхабльского сельского поселения Байзет Хамдохов и глава Вольнинского поселения Мурат Хагоров представили свои инициативы и предложения по повышению безопасности на дорогах.